Ну что, привет, паучки! Сегодня у нас классное событие. Сегодня я, наконец-то, по вашим многочисленным просьбам, вернул всё на свои места, и поэтому у нас в выпуске снова... Макс, отодвинься, отодвинься. У нас розетка! Это крутая шутка. Я ради этого и пришёл. Уже два. Уже два ноль. Два ноль в твою пользу. Это ты так уже выигрываешь юмор. Ты, ну, у юмора пока ноль. А чё мы сегодня, чём мы занимаемся вообще? Мы сегодня смотрим легендарное событие. Я в честь этого даже вот приоделся. Ты возвращаешься в Коэн? Нет. Что ещё? Легендарное событие. Ты идёшь к Дудю. Дудя идёт к тебе. Нет. Мы смотрим Кубок мэра Москвы 2021 года. Вау. Вау. Блин. Это, кстати, то, чем я хотел заняться в субботу. Я всё думал, что же мне сделать? Как-то расслабиться, отдохнуть, чтобы мне понравился день? Нет. Я буду занять Кубок мэра Москвы. Это который с каждым годом всё краше. Классная шутка, Макс. Ты и юмор один ноль. Но ты в следующий раз не повторяешь то же, что я говорю? У тебя с твоих сколько прикольных фраз? Допустим, вот эта вот смешная, которая была. Да я не самый главный в команде. Да Масляков не всё решает. А Читус сейчас не в моде. Да ты, я говорю, эти все твои приколдессы смешные. Ты и лучше их говори. Ну что, паучки, смотрим Кубок мэра Москвы 2021 года. Макс, покажи, как ты готов. Свой настрой ты хотел сказать? Да, да, свой настрой. Блин. Ну что ж, друзья. Кубок мэра Москвы 2021 года. Поехали. Жёстче. Жёстче. Это Кубок мэра Москвы 2021 года. Мы начинаем. Вперёд за... А что разыгрывается там? По-моему, финал. Не в финале будет финал? Нет, разыгрываю путёвку в финал. Путёвку в финал. Ну это же очень круто. И участие в высшей лиге. Вау, ну это каждый, вот каждый из этих вещей лучше, чем моя мать. Давай снова в нашем зале. Мы начинаем ковы. Очень круто. Это просто бомба. Заряжает. Они прям ух сразу. Хочется Кубок смотреть. Команда. КВН Полуостров. Это, согласен. Это драйв чистой воды. Про воду я не зря сказал. В выступлении её было минимальное количество. Крым всегда был хорош. Но с этим может поспорить только дурак. Кубок сейчас у кого? У нас. Для меня самое ужасное было, что сначала я не помню, что это выступление. Это вообще мой кошмар, что Александр Васильевич заменила команды Крым. Но с другой стороны, это был бы новый виток в КВН. Представь, 8 человек ведут. Стоят за тумбой, за длинной такой тумбой. Да, ведут. Или сидят. Сейчас уже сидят. Да, в очках. В очках сидят. Это нововведение Са Васильевича в КВН. Песня клёвая, где рифма была «Мрот, мрот». Помнишь? «Мрот, мрот». На него я потратил свой мрот. И теперь я должен 80 мрот. Да, конечно, как такое забыть. Да, я помню эту песню. Очень прикольная, смешная песня. Мне очень понравилась плотность шуток в начале. Они вышли? Мы в финале. Всё, расслабьтесь. Мы в финале. Вот тебе здрасте. Ему даже его сокоманник говорит. Ну ты что, больной? Какой финал? Ну он прямо ему говорит. Мы в полуфинале не играли. Просто мы же сегодня не боремся за кубок. Правильно, не боремся. Потому что он у нас. Правда, почитай. Те, у кого кубок, блин, такую прикольную фигню, такую подметить, это надо. Это круто. Это круто. Это круто, что у них кубок, они должны быть в новом финале. Да они обманщики, блин. Они обман, они вечно обманывают, реально. С ребёнком тоже был обман. Какая ещё дочь? У тебя вообще детей нету. Да, так это, ну типа, юмор, он и строится же на обмане. Не зря говорят обманки, ну типа, это прикольно. Нет, юмор строится не на обмане. А на чё? На обмане. Хорош. Я считаю, что с ребёнком это немножко даже было чуть-чуть даже чуть-чуть и подло. Ну и грустно как-то немножко, что... Что у него нет детей, да. Да. И что, даже если были, он бы отдал его Александру Васильевичу, и ты начинаешь задумываться немножко. Брата, надо что-то... Он как юморист хорош, но как отец не очень. Не могли бы вы мою дочь воспитать в своей семье? За какую-то безделушку, за какую-то погремушку. Отдать ребёнка. Типа, прикинь, он же заморочился, он купил коляску ради кубка. Но меня больше волнует именно с ребёнком ситуация. Ну колёска это тоже очень важно. Не, ну да, ну он, потому что обманщик, да, он обманул. Он обманул. Возможно, он хороший отец. Да, кстати, в натуре. Может, в этом и была постирония? Возможно, в этом и была постирония. Но я не думаю, что они большие приверженцы постиронии. Всё-таки эта команда, понимаешь? Эта команда, это как бы голос улиц, по большей части. Голос обычных людей. Их волнует Крым, и поэтому они представляют Крым. Они поняли, что это какая-то такая вот история, которая сейчас ещё бурлит в России. Крым. Чей же Крым? Как же с Крымом? Что же с Крымом? Все постоянно об этом думают. Вот это все думают. А как там трасса Таврида? Что же там с мостом крымским? Это очень важная тема. Мы часто их поднимаем на кухне, разговаривая. Да и вся Россия так живёт. Я уронил. Уронил тыковку. А это твоя? Нет. Он будет очень злой. Это тыковка отчима, поэтому. Ладно, тогда у нас будет тыковка. Вот тут. Опасно. Вот тут теперь будет тыковка. Мы сегодня меримся не оценками, а... Давай так, давай мы будем мериться в тебе. В тебе. Сколько кэпов и скольки? Ух ты, нифига. Давай, я говорю, сколько кэпов, а ты говоришь, и скольки. Да, хорошо. Давай. Девять кэпов из десяти тысячка. Много кэпов. Я могу так сказать. Много кэпов не бывает. Было бы десять тысяч кэпов, и я бы уже открыл свой комедиклаб продаж. Все, погнали дальше. А, кубок Тавриды. Смотрим, блог Тавриды. Что? Что блок Тавриды? Блог Тавриды. Сейчас ребята будут бороться за вышку. Это те, которые, вот, Тавриды, которые в Крыму проходили? Вы думаете, мы что, мы шутим тут? Все думают про Крым. У них даже блок Тавриды есть. Все в Крыму было, да. Все в Крыму было, ё-моё. Все, как у нас есть, говорят у нас в России. Все, что было в Крыму... Остается в Крыму. Не, не так говорят. Как говорят. Все, что было в Крыму, все наше. Да, возможно, и так говорят. Крым, Крым, Крым. Вот я бы так сейчас, вот я бы в заголовке, если был такой, юмор-обзор газета, вести юмора, я бы вот на большую сцену написал бы Крым, Крым, Крым. В Москве прошел Кубок Москвы. Ну все, смотрим, кто в вышку попадет. Офигеть, так интересно. Красный Лис, город Владивосток. Кто такие? Это крутые чуваки. Это кто? Это Красный Лис. Кто это? Кто они? Они, короче, из Владивостока. Кто это? Я так расстроен. Что такое? Они убрали морячка. Блин, я бы тоже сочувствовал, если бы... Кто это? Что это? Кто это такие? Что они делают? Откуда они? Они, короче, у них есть Рома Головин. Большой человек в КВНе. Рома Головин, это я еще привет вам! А кто это? Кто это такие? Что это за команда? Откуда они? Из Владивостока. Нет, я понял, у них есть достижения какие-то. Что это за команда? Кевин. Куй нахер, Кевин. А они где играли для этого? Просто в Кевин приехали, и все, они до этого не существовали. Высшей лиги КВН. Это из вышки команда? Да. Слушайте, ну они умеют скрываться. Я думаю, что надо как-то долго идти к высшей лиге. Ну, я могу так сказать. Вот этого команда 30 лямов в игре бы забрала. Но в целом круто. Это было прикольно. Я в шоке, что я не видел эту команду до этого. Хотя, оказывается, у них какой путь невероятный. А у нас такого не было. Да ну... Хотя ты покруче. Рома Головина будешь? Не считаю. Не думаю, что эту Харю может еще больше разнести. Ну, плевать, что считаешь ты. Есть же такая вещь, как и люди все в мире. Есть такая же вещь, как объективность. Поэтому мы с ними вот этими двумя вещами спорить не будем. Наша оценка этой команды. 352 кэпа из... Миллиарда кэпа. Да это потому, что я тебе на зло это делаю. Ты слишком сказал, что Рома Головин такой же, как ты. С ума сошел? Знаете, что самое обидное? Я вот в высшей лиге играл. У тебя в очереди, в сравнении с тобой, Хрусталев с Ургантом стоят. Они такие... Эй-эй-эй, Ромка Головин, ты куда пошел? Что это происходит? С чего это? Мы ждем три года уже, пока нас сравнят с кэпом. А ты куда? Ален такой, да я просто спросить. Спросил? Пошел отсюда. Дважды два. Город Самара. Как всегда. Как у них это всегда. Очень круто. Офигительно. Что могу сказать? Даже Рома Головин лучше. Подожди, а ты то есть... Ну, они тебе не нравятся? Да мне они не нравятся. Это какая-то параша. Да нет, они крутые. Дважды два на сцене, здрасте! Я что-то вообще забылся. Сорян. Да. Ну да, получается смешно. Блин, да, в натуре. Я что-то не то подумал. Я тебе говорю, а ты не... А я что-то не то просто понял. Я не то понял. Ладно, бывает, помутнение. Во-первых, офигенно, что типу каждый раз звонят. Извините, извините. Добрый день, я звоню из банка. Извините, мама звонит. Это такой ход прикольный. Да, классно. Они всегда общаются с мамой, с бабушкой в рэпе. Песня, вот это у них песня была про отчим к нам приходит. Отчим к нам приходит, отчим к нам приходит. История. Мне как-то в первом классе рассказали эту песню один в один. Только у них отчим к нам приходит, а мне рассказали, типа, хахель к маме ходит. Вот так пелось. Хахель к маме ходит, хахель к маме ходит. Приносит конфеты, коньяк бодрящий. Хахелю маму, мужик настоящий. Кто бы мог подумать, что они ее вспомнят спустя столько лет и покажут по телеку. И, по-моему, это круто. Смотрите, я вам объясню вот эту историю. Объясню эту историю Кэпа. Опять же, кто тебе рассказал эту песню? Мои внутренние голоса. Одноклассник. Однако, ну, будем их называть так. Кэп знал шутки будущего уже. Вот все говорили. Как говорили у тебя же норовение? Что за говно шутки у тебя? Что ты несешь, блин, да, мелкий? Они не доросли еще до него. 2021 год. Сколько лет назад было первый класс? 19 лет назад. 19 лет назад! Чтобы вы понимали, вот сейчас Кэп говорит шутку. И вы такие, ты что за говно сказал? Ага, это ты говно сказал. Потому что ты 19 лет проживи и потом послушай еще раз эту шутку. Любая твоя шутка через 19 лет только работает. Вот тебе песня спели, вот, пожалуйста, она разорвала кубок мэра. То есть, типа, через 19 лет, если кто-то посмотрит этот обзор. Он умрет от инсульта просто нахер. Самое главное, тебе нужен отдельный человек, как убога, чтобы летопись ввел. Убогая, убогая, ёх. Не вздумай через 19 лет это смотреть все. У меня уже что-то, какие-то почки сжимаются от этой шутки. Я тебе говорю, нужен человек, который будет вести летопись всех твоих шуток. Только не надо летописить и вот это вот. Хорош. Ну, это я так, больше впитал энергию и отдал обратно. Смешно. Давай, сколько кэпов из скольки? 16 миллионов кэпов из трех. Чего трех? Из трех. Чего я спрятал? Просто из трех. Из трех кэпов? 16 миллионов кэпов из трех кэпов? Каких трех кэпов? Из трех миллиардов кэпов? Ты че, слова сошли? Три миллиарда кэпов. Три миллиарда кэпов. Три миллиарда. Если бы на земле было бы три миллиарда кэпов, мы бы жили с вами по 150 лет. Честно, на каждого человека один кэпов. Тот его веселит, тот не умирает. Смех продлевает жизнь. Погнали дальше, поехали. Погнали. Команда КВН Поэтессы. Город Санкт-Петербург. Я Огонек. Я маленькая искринка, которую оставили от костра. Ой, Огонек. И что же ты сделаешь? Да я тут все подожгу потом. Давайте поблагодарим кадетскую школу номер три с их темы «Пожар, это ужас». Следующая агитбригада. Поэтессы. Свои агитпрезентации. Литература хорошо. Как же мы, читающая нация, вдруг стали все смотреть сериал? Это были поэтессы. Мы берем их в высшую лигу, нахуй. Допустим, у них там про секс, еще у них там было про какие-то разные другие сексы. Все, много что про секс у них было. Но я девчонок, во-первых, не осуждаю, во-вторых, я бы даже и посмотрел бы на это. Самое больше всего мне нравится там парень. Но я не фрик и не танцор, и не поющий. Конечно, человек утонченный. Я даже не могу, я даже не знаю, как мне его обозревать, собственно говоря. Потому что я вот думаю, я, как говорит мать, абрыган ничтожный. И он. Поэтому встречайте, поэтессы. Они все-таки начитанные ребят. Они начитанные ребят. Они пропагандируют что? Они пропагандируют что-то хорошее. То есть две команды остались такие вообще в юморе. Они и Крым. То есть Крым, они пропагандируют Крым. А G-Drive. Ну, они просто качественный юмор пропагандируют. Три. Качественный юмора G-Drive от полуострова Крым пропаганда. И от поэтесс читайте. Не очень, не банальная такая мысль. Читайте. Мне, знаешь, нравится, что они заметили, что в зале олимпийский чемпион. А, да. Дамы, вы что несете? В жюри вообще-то олимпийский чемпион. А его не представляли вначале? Представили его. Все. Просто очень странно тогда от них это звучало. Они такие, что вы несете? В зале сидит олимпийский чемпион. Все, не могли же так вообще про любого сказать. Про любого. Что вы несете в зале Игорь? Что вы несете в зале Константин и Львович Эмкст? Я в натуре. Как ты подобрался. Ты подобрался. Ты дал мне паузу сказать про игры. Что все уже подумали, что мы дальше пошли в прикол. Что ты будешь уже какой-то другой вектор. Ты обратный к олимпийскому чемпиону. Это называется пост-мета-обманка. Как думаешь, попадут в вышку? А не все три команды попадут в вышку? Я надеюсь на это. Ты надеешься, что не все три команды? Я хочу, чтобы все попали. Я тоже хочу, чтобы все три команды попали. Скорее всего, так и будет. Много вообще сейчас в КВН играет команд в мире? 500. Ну, 500 команд эта игра. Я тоже хотел примерно такую цифру сказать. 500 команд. Из них три вот эти. Остальные 400, допустим, они сейчас распадутся или уйдут в игру. Это грустно, когда команда в игру уходит. Это грустно. Я считаю, что это неблагодарность. Я вообще считаю, что нельзя. Ты играй в игру, в игру, в которую тебе давали играть, а не в игру ворованную. КВН – это традиции. Все, я согласен. Да ну, дай еще сказать. Давай, хорош. КВН, во-первых, все вышли из КВН. И уши. Ну да, вот как показала практика. И самое главное, КВН – это достояние. Я еще на традициях согласился. Ты помнишь? Я так дальше ради приличи слушаю дальше. Но благо есть такие, как поэтессы. Есть такие люди, которые не просто остаются в КВН, а какую-то хорошую повестку несут. Читайте. Что своим выступлением говорит студия «Союз»? Слушайте качественную музыку. Они говорят вообще не то. Они говорят «Лёля, лёля, 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 лёлячка моя, лёля, лёля». И вот. Видишь, все несут какой-то сплошной негатив. Можешь ставить мое лицо и той девчонке, которая тоже так. Не надо думать хоботом, Олег. Не надо думать хоботом, Олег. Давали бы в КВН лучшую актрису, она бы взяла. Еще раз скажи. Не надо было думать хоботом, Олег. А мы сделаем обзор как-нибудь на Суперлигу? Блин, я не знаю, кстати. Тебе нравится Суперлига? Мне очень понравилось. Но я боюсь, что я не вытяну такое. Почему? Ну я, типа, очень много угораю. Думаю, ну это обзор будет просто, где я смеюсь. А давай мы поставим цель для паучков. Мы, значит, должны лайков сколько получить? Сколько должны получить лайков? Да, за вот это видео, чтобы мы сняли обзор на Суперлигу КВН. 10 тысяч. Поехали дальше. Это Владик и Питер. О, так неожиданно и приятно. Ох, я думал, это просто женщина. Умеешь так переображаться. Это очень круто. Но единственное обидно, что главных фаворитов по нашим баллам 2х2 не взяли. 2х2, кстати, это хорошие ребята. Они еще когда-то начинали у нас с нашей студенческой лиги КВН в Саратове. Это правда. До них играл Гарик Аганесиан, между прочим. Да, Федя Хороводов. Федя Хороводов, Никита Курлаев. 2х2, это наши ребята, выходцы из Саратова. И очень рад, что они наконец-то дошли до телевизионной линии. Ну что, смотрим официальную часть Кубка Мэра Москвы. Макс. Кто там? Там еще около 10 команд. Давай мы не будем смотреть. Смотри, я тебе объясню. Давай вот так. Мы сейчас как? Мы быстро посмотрим. Мы даже обозревать не будем. Потому что уже понятно по тенденции, по разгону, что очень смешно. Уже видно. Веет угаром диким. Тем более... Это новая рубрика? Это не просто новая рубрика. Это вообще новая суть. Суть обзора. Я придумал название этой рубрики. Давай. Могут-не-могут называется. Типа, мы такие, либо могут взять Кубок, либо не могут. Как ты объясняешь? Сразу же понятно. Могут-не-могут. Всем сразу все понятно. В чем прикол? Самый главный. Друзья, вы же все... Они все смотрели же Кубок Мэра. 100%. Сколько там просмотров? Миллион пятнадцать, я просто помню. Помню, вот... Как минимум. Обошел, я помню, интервью Дудяев, с Кубок Мэра Москвы. Вон, Оксимирон выписывал. Кто убил Марка? На втором месте, пипец. На третьем, на первом месте, Кубок Мэра Москвы. Второй. Суперлига. Бэкстейдж в РОК-ВН с Кубком Мэра Москвы. Да. Третье, кто убил Марка? Ну что, ты готов? Да. Мы начинаем нашу рубрику. Могут-не-могут? Первая команда. Юра. Да почему бы и нет? Могут. Вторая. Команда Квейн-Северяне. Не могут-не-могут. Третья команда. Армянская сборная. Так они все могут. Четвертая команда. Команда Квейн-Россы. Вот тут хочется поподробнее немножко. Могут-не-могут. Пятая команда. И.П. Бондарев. Вообще не могут, я думаю. Я тоже так считаю. Шестая команда. Доктор Хаус. Доктор Хаус. Ну тут могут. Могут. Седьмая команда. Город Н. Итак. Они выходят сразу. С... Песня. И у них начинается вот это вот, понял? Когда дым выходит. Это дым. Да, да, да. Начинается песня. Это было ультра четко. Знаешь, что понравилось у них? Что у них постоянно выходят новые звезды. И каждый раз их капитан, который стоит на тумбочке, он всегда очень ярко на них реагирует. Очень ярко. Он такой. Ого! 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 Это же Юрий Куквачев! Этого не должно было быть по сценарию. Это был реальный шок. Это был реальный шок человека. Ну ты как думаешь, вот сейчас ты сидишь, к тебе заходит Юрий Куквачев в комнату? Нет, ну да, если бы он сейчас зашел и... Ты бы не сказал, ого, это Юрий Куквачев! Нет, ну по факту, ты хоть раз кого-нибудь так встречал? Да. Ну ты вот идешь, и я типа, ого! Да, я так встречал. Да. Тебя. Каждый раз. То есть, когда ты всегда идешь, неожиданно, допустим, ну где-нибудь я тебя встретил, там, допустим, ты, ну я не знаю, спускаешься. Да. С небес. Ну или где-то там, ну ходишь ты где-то в очень дорогих местах. И я вот иду, просто прохожу мимо, и я такой... Ну я не ору, потому что меня уже три раза задерживали за то, что я так сильно орал, там какая-то церковь рядом была. И я, и я... ОГО! ЭТО ЖЕ КАПИТАН! И все, и на меня ее забрали на 15 суток. Зачем она выходила танцевать к первому парню? Помнишь, там было... И она с ним типа танцевала. Да, я понял, ты мог бы не петь это все, я помню эту шутку. А ты можешь всех по именам участников назвать? Конечно. Давай. Слева направо Елена, Антон, сама Вика, Руслан и Денис. Всех попал. Могут, не могут? Могут. Я смотрел других обзорщиков, они очень много обсуждают. Кто, кто, кто еще обозревает КВН? Крафт и Саунд. Костя? Да. Костя обозревает КВН? Да. Не, он меня, кстати, звал пару раз в гости. Он тебя звал куда в гости? К себе в Курс? На Ютуб канал. В Крафт и Саунд? Да. У тебя вообще никаких обид. Надеюсь. Абсолютно никаких обид. Я тебе объясню. Во-первых, есть два пункта. Первый пункт. Да, допустим, Крафт и Саунд это то место, куда я хотел попасть всю жизнь. Допустим, ладно. Первый пункт не в пользу тебя. С другой стороны. А кого его звать? Почему я должен идти с тобой? С тобой он должен был позвать кого-то, что-то типа Уилла Смита, что-то вот такое. Вячеслав Максюта, Федерико Баджо. Это просто какой-то человек очень крутой по названию. А я что должен с тобой? Что я приду? Что ты там делал, кстати? А я бы там что делал? Ну вот с другой стороны. Что бы ты там ни делал? Я бы там что делал? Сидите вы втроем гений. Ты, Костя, кого он там еще мог позвать? Тимур Каргинов. И вот вы втроем сидите. Я там что делаю? И Эдик Басков. Кто это? Я не понимаю. Он в Красном Лисе играет? Если я его не знаю, он известный. Это по-любому в Красном Лисе кто-то играет. Да, это крутой тип. Крутой тип? Да, Виксадос еще. Это просто какое-то средство для потенции. Да, еще тоже мне обзор есть. Это там девочка обозревает. А ты чем вообще занимаешься по жизни? Ты что, ты постоянно смотришь обзорчики? Ты что, их паучок нахер? Что это такое? Ты сам должен творить. Что ты нахер? Ты тоже мне, зачем мне этот обзор? Или как она называется? Тоже мне обзор. Тоже мне обзор. И этот, как его были, Пенталгин? Виксадос. Какая разница, зачем ты их смотришь? Ты должен сам делать, у тебя все, у тебя микрофон есть, у тебя есть харизма, у тебя сколько, у тебя денег миллиардов. Что, давай, занимайся своим делом. Косяков, вот где сейчас Косяков? Он смотрит тебя, зачем ты их смотришь? Они все тебя смотрят. Соберись, хорошо? Ладно. Все, смотрим, кто победил. Да, я уже посмотрел. Ты вообще все смотришь? Хочешь, я тебе спойлер кину? Что-то оно зажив. Нет. Команда из трех букв. Пидел весь КВМ. Да, прикольно ты придумал, но нет. Да ладно, Юра победили. Юра победил? Юра победили, да. Юра все, он в финале высшей лиги? Да. Офигеть, они заслужили. Очень клево. Юра? Да. Сколько раз в обзорах, сколько раз в обзорах я говорил, что Юра гений? Да. Я тысячу миллионов раз вам всем говорил, что Юра, это вообще, это просто, если в мире сухой лапши, это как, блин, Ролтон. Да. Это Юра гений, хоть каждого бери из них. Это в зеленом пиджаке у них, сам Юра. Нет, Гарик зовут. Мы рады за Юру, мы рады за КВМ, мы рады за Сан Саныча, у нее клевый отец. А у них еще девчонка, она снимается в тиктоках, которая такая актеристующая. Я не подписан на нее, она просто вылазит рекомендации. Но она снимается в шутки, шутки, она говорит шутки с каким-то дедом. Это смотреть надо, это надо смотреть. Я так, сбросил вам, найдете, не найдете. Мы на любой КВМ. Шутки, шутки с каким-то дедом на сцене играешь. То есть не ты, да, вы, или я, Юра? Подписывайтесь на мой канал, мы с Максом всегда рады смотреть качественный юмор и обозревать специально для вас. Макс, тебе понравилось сегодня? Да, это было, это было очень весело. Подписывайтесь на канал, своими восьмю лапками ставьте лайки и, соответственно, вот так вот, паутиной дергайте колокольчик, чтобы включить оповещение. С вами был Макс Савенко, я Дмитрий Пур, он же ГЭП. Макс, последнее финальное соус с тобой. Восемь лапок, дергайте, будьте. Что после этого сказать, друзья? Ну, не знаю, давайте-ка нажмите, нажмите в юморе. Пока! Нам уже смотреть нечего с такой геймашиной или уже херня, только вот эту вот тихо-чуваку тикток с этим дедом снимаем и спасли, да, смешная тихо. Ну и Даша, коллегка.